Всем привет! Меня зовут Васечко Анна, и сегодня мы поговорим с вами об ARC в целом, а в следующем видео по этой теме обсудим работу ARC в замыканиях. Как вы наверняка знаете, ARC расшифровывается как Automatic Reference Counting, или автоматический подсчет ссылок. ARC применима только для экземпляров класса. Почему именно для класса, а не для структур или перечислений? Для начала следует вспомнить разницу между типами значений и ссылочными типами, а именно различия в хранении этих типов памяти. Структуры и перечисления являются типами значений, а не ссылочными типами. Они не хранятся и не передают свои значения по ссылке. Давайте посмотрим, что это конкретно значит, используя Playground. Мы создадим переменную integer1 и присвоим ей значение 10. Данная переменная относится к типу integer. Открыв документацию, мы можем убедиться, что тип integer является структурой. Также создадим вторую переменную. Переменную integer2 равную integer1. Проверим их равенство при помощи условного оператора if. Если integer1 равна integer2, то будем вводить на консоль сообщение two integers are equal. То есть два значения integer равны. В противном случае будем вводить на консоль сообщение two integers are not equal. Давайте запустим код и убедимся, что в нашем случае на консоль вводится сообщение two integers are equal. Если мы изменим значение переменной integer1, давайте присвоим integer1 значение равное 20, то теперь мы увидим на консоли сообщение, что наши интеджеры не равны между собой. Тип integer является структурой, а структура это тип значения, то есть тип, значение которого копируется, когда оно присваивается к константе или переменной. Все базовые типы Swift это типы значений и реализованы они как структура. В нашем примере при присвоении значения integer1 переменной integer2, значение integer1 копируется и помещается в integer2, хотя по сути значения равны, в памяти они хранятся как разные значения двух переменных. Теперь давайте рассмотрим пример с классом. Создадим класс person с одним свойством, это будет у нас переменная, свойство name типа string. И класс person будет иметь инициализатор для свойства name. init и здесь нам необходимо инициализировать это свойство. Отлично. Создадим экземпляр класса person. Давайте это будет у нас константа person1, свойство name поместим, например, в строку bob. В следующей строчке обратимся к свойству name экземпляра класса. Справа можем видеть, что данное свойство у нас равно в строке bob. И создадим еще один экземпляр класса person, пусть это будет константа person2 и присвоим этому экземпляру первый экземпляр person1. Также обратимся к свойству name у константы person2. Справа можем видеть, что здесь также хранится строка bob. Если мы изменим значение свойства name у второго экземпляра, давайте это сделаем, person2 name и, например, изменим на billy, то мы увидим, что свойство name у person1 также изменилось. Видим, что здесь также хранится строка billy. Это происходит потому, что класс является ссылочным типом. Ссылочный тип не копируется, когда его присваивают переменной или константе. Вместо копирования используется ссылка на существующий экземпляр. Экземпляры person1 и person2 ссылаются на один и тот же экземпляр класса person. Таким образом, получается, что у нас два разных имени для одного единственного экземпляра, но в памяти хранится только один экземпляр класса person. В отличие от классов, управление памяти при работе со структурами и перечислениями, являющимися типами значений, занимается непосредственно компилятор. Он знает и понимает, когда необходимо удалить из памяти экземпляр структуры или перечисления. Когда в экземпляре класса структуры или перечисления больше нет необходимости, он освобождается. В этот момент освобождается также память, занимаемая данным экземпляром. Поскольку классы являются ссылочным типом, свойства могут хранить ссылку на один и тот же экземпляр класса и от этого компилятору сложнее понять, когда можно безопасно освободить экземпляр класса. Для облегчения работы компилятора Swift использует автоматический подсчет ссылок. Когда мы создаем экземпляр класса, ERC выделяет фрагмент памяти для хранения информации о типе экземпляра, о его значении и свойствах, связанных с ним. Когда экземпляр больше не нужен, ERC освобождает память, использованную под этот экземпляр. Чтобы нужный экземпляр не пропал, ERC ведет учет количества свойств, которые ссылаются на каждый экземпляр класса. ERC не освободит экземпляр, если на него есть хотя бы одна активная ссылка. Когда мы присваиваем экземпляр класса какому-либо свойству, создается сильная ссылка на этот экземпляр. Экземпляр не может освободиться до тех пор, пока на него остаются сильные ссылки. Давайте рассмотрим, как работает ERC, например, класса Person. Для этого переходим обратно в Playground и создадим две переменные. Переменную reference1 опционального типа Person и также переменную reference2 опционального типа Person. Так как это переменные именно опционального типа, они автоматически инициализируются значением nil и не имеют ссылок на экземпляр класса. Теперь создадим экземпляр класса Person и поместим его в reference1. Так как новый экземпляр класса Person был присвоен переменной reference1, теперь существует сильная ссылка между reference1 и экземпляром класса Person. У экземпляра теперь есть одна сильная ссылка и ERC гарантирует, что экземпляр класса не освобождается, пока свойство константа или переменная имеет сильную ссылку на экземпляр. Как следует из названия, ERC фиксирует количество ссылок на экземпляр класса. Мы можем хранить еще одну ссылку на экземпляр класса в переменной reference2. Обратимся к этой переменной и присвоим ей переменную reference1. И reference1 и reference2 ссылаются на один и тот же экземпляр класса Person. Мы можем разорвать одну из ссылок, присвоив reference1 значение nil. Обратимся к reference1 и присвоим ей значение nil. Но поскольку reference2 продолжает хранить ссылку на экземпляр класса Person, он не будет освобожден. Добавим в наш класс Person денициализатор, который будет выводить сообщение непосредственно перед освобождением экземпляра класса. Так, выводим в print сообщение the person instance, то есть экземпляр класса, is about to free. Теперь при присвоении reference2 значение nil мы увидим данное сообщение в консоли, что означает, что экземпляр больше не используется и память, выделенная под его хранение, освобождена. Теперь давайте поговорим про ситуацию, в которой экземпляр класса никогда не будет иметь нулевое число сильных ссылок. Это может произойти в том случае, когда экземпляры классов имеют сильные ссылки друг на друга, что не позволяет им освободиться. Это называется цикл сильных ссылок или retain cycle. Рассмотрим данную ситуацию на примере двух классов. Давайте создадим их в playground. Это будут классы класс child и класс toy. Класс child будет иметь свойство name, константу name с типом string, и также свойство той опционального типа toy. Оно опциональное, так как не у каждого ребенка может быть игрушка. И также с классом toy будет свойство name с типом string, и опциональное свойство owner, владелец, с типом child, опциональным, так как есть игрушки в магазинах, которые пока никто не купил, и у них нет владельца. Также в этих классах нам потребуется инициализатор для свойства name. Так, и здесь мы пишем self name name. И можем скопировать данный инициализатор, так как в классе toy он будет точно такой же. И укажем помимо этого еще и день инициализатор, который срабатывает непосредственно перед освобождением экземпляра класса. Да и need будем вводить на консоль сообщение о том, что экземпляр класса child скоро освободится. И схожее сообщение будем выводить перед освобождением экземпляра класса toy. Только здесь child мы заменим на toy. Теперь создадим две переменные. Переменную child опционального типа child и переменную toy опционального типа toy. Создадим экземпляры классов и присвоим их переменным. Экземпляр класса child в качестве имени давайте выберем имя Jane, отличное имя для нашей для нашего ребенка и также экземпляр класса toy и для Jane выберем игрушку б медвежонка. Итак, переменная child имеет сильную связь с экземпляром класса child и переменная toy имеет сильную связь с экземпляром класса toy. Теперь вернемся обратно в playground amount и присвоим свойству toy экземпляра класса child переменную toy и свойству owner экземпляра класса toy переменную child. Переменные child и toy относятся к опциональному типу и поэтому мы видим здесь вопросительные знаки когда обращаемся к свойствам этих переменных. Теперь экземпляры классов соединены сильными ссылками друг на друга и даже если мы присвоим переменным child и toy значение nil давайте это сделаем присвоим переменный child значение nil и переменный toy значение nil запустим код мы увидим что день инициализатор не сработал и экземпляры все еще продолжают ссылаться друг на друга количество сильных ссылок не равно нулю и экземпляры не освобождаются чтобы избежать цикла сильных ссылок и утечки памяти ссылку можно изменить на слабую или weak и также есть другой вариант unknown или бесхозная ссылка данные виды ссылок позволяют одному экземпляру ссылаться на другой без сильного прикрепления и не образовывать циклы сильных ссылок ссылка weak используется когда мы имеем дело с опциональными свойствами а unknown когда с не опциональными то есть со свойствами которые не принимают значение nil между объектами сначала необходимо выделить иерархическую связь по типу владелец зависимый в нашем примере владельцем является ребенок child экземпляр класса child появляется первому а класс той это зависимый объект или дочерний тогда слабая ссылка может быть использована в классе той для свойства owner которому мы присваиваем экземпляр класса child erc не подсчитывает слабые ссылки когда считает ссылки экземпляра экземпляр будет освобожден пока слабая ссылка все еще ссылается на него erc автоматически присваивает слабые ссылки nil когда экземпляр на который она ссылается освобождается поскольку мы работаем здесь с опциональными свойствами то мы будем использовать именно ссылку weak и добавляем ее перед свойством owner в классе toy после добавления weak перед свойством owner соединение экземпляров между собой будет другим теперь экземпляр child имеет сильную ссылку на экземпляр toy но toy на экземпляр класса child слабая ссылка и при присвоении экземпляру класса child значение nil пока мы это закомментируем мы разрушаем сильную ссылку которая содержит переменная child а значит больше сильных ссылок на экземпляр класса child не остается о чем нам свидетельствует денициализатор и сообщение в консоли the child instance is about to free далее мы можем присвоить экземпляру класса toy значение nil что мы и сделаем у нас также сработает денициализатор destroy instance is about to free и более сильных связей не остается в следующем видео по данной теме мы поговорим о цикле сильных ссылок в замканиях и о том как его можно избежать на агроке и о том